Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о чуде, которое произошло в Греции во время пожаров летом 2021 года. Греция в те дни пережила самую сильную жару за последние более чем 30 лет. Тысячи людей были эвакуированы из своих домов. Десятки лесных пожаров вспыхнули за последние сутки на Эвии, втором по величине острове Греции и в районах Пелопонеса, включая Аркадию и Олимпию. На Эвии более двух тысяч человек были эвакуированы на пароме. Десять кораблей стояли в городе Певке на севере острова, готовые в случае необходимости эвакуировать еще больше людей. Власти создали горячую линию для людей с отрудненным дыханием. Всего в стране зафиксировали 154 очага возгорания. Пожар выжег леса у подножия горы Пенделекон, севернее Афин. Огонь угрожал пригородам греческой столицы. В борьбе с огнем участвовали сотни пожарных. По данным пожарной службы, в работах по тушению было задействовано 310 пожарных, не считая волонтеров, а также 10 вертолетов и 8 самолетов. Во время масштабных и разрушительных лесных пожаров, в Греции произошли чудесные события, о которых сейчас говорит весь православный интернет. Два случая, которые произошли в разных районах Греции 7 августа. Первый на озере, марафон в северо-восточной Атики. Там на территории огромного выгоревшего леса обнаружили совершенно нетронутый огнем клочок земли. Место, где стоит православная церковь Святой Троицы. Пришедший туда греческий священнослужитель констатировал. Все сгоревшее, а вокруг храма даже листья не опаленные. То, что здесь, это невозможно. Это только чудо. Храм не поврежден, даже пятна нет. Второй случай произошел на острове Эвбея. И его называют чудом Святого Иоанна Русского. Там долго бушевали пожары. Людей эвакуировали. Огонь пытались остановить сотни пожарных, а местные жители им помогали. Но ситуация продолжала ухудшаться. Пожары подступали к селению Прокопиан, где находился храм с мощами Святого Праведного Иоанна. Как рассказал настоятель храма в Прокопионе, отец Николай. Им поступило распоряжение об эвакуации поселения. Времени было мало. Женщины с детьми не успевали и мужчины взяли в руки бензопилы. И насколько позволяли им силы и возможности, стали создавать пояс противопожарной безопасности. В этот момент священнику позвонил митрополит Халкицкий и сказал. Прошу тебя, чадо мое. Знаю, что мощи святого сложно будет забрать с его ракой в отпущенные на эвакуацию часы. Прошу тебя, вынесите хотя бы небольшую икону, совершите в Прокопионе небольший крестный ход с молением. Мы все тут же оставили бензопилы, направились в храм, взяли большую чудотворную икону Святого Праведного Иоанна, частицу святых мощей из алтаря. И в 9 вечера начали крестный ход с молением вокруг поселения Прокопиан. В 22.15 мы закончили и весь вечер и ночь были мучительными, поскольку все мы бодрствовали и ожидали. Нам говорили, что огонь приближается к селению. Около трех часов ночи полицейский патруль стал снова оглашать эвакуацию. Начали уходить последние жители. И вот чудо, через час облако накрыло Прокопиан. Была еще ночь и люди подумали, что это дым от пожарища. Однако начался дождь и не просто дождь, а ливень. И именно такой и столько, сколько было достаточно, чтобы напитать влагой окрестности селения. Это было большое чудо. Все люди плакали, вышли на улицы, словословили Бога и святого Иоанна Русского. Это чудо. Здесь не было дождя уже больше месяца. И ни один прогноз не говорил о дожде, рассказал настоятель храма в Прокопионе. Священник Георгий Максимов отметил, что в эти тяжелые времена Господь не оставляет православных греков без особых проявлений своей заботы, и пояснил, что привел эти два события как напоминание о том, что несмотря на наши современных православных, мягко говоря, несовершенство, Господь не оставляет нас. Бог рядом, и да будет имя Господня благословенно. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам о чудесном спасении девочки когда ее стало тянуть на дно, и шансов на спасение практически не оставалось. Она из глубины души всеми силами стала взывать к Богу и молиться. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте свои истории присутствия Бога в вашей жизни. Если вам не понравился рассказ, или вы не веете в Боа, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на него, и Бог вас никогда не оставит. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok